Технические возможности резко изменились, это правда. Но если вы погуляете по СМИ, погуляете в интернете по СМИ, погуляете по тысяче сайтов, то вас стошнит, потому что одно и то же, одно и то же. Бесконечный пересказ того же самого телевизора, бесконечные споры, крым наших, крым ваших, если речь идет о политических сайтах, которые я более или менее знаю. Бесконечная, однообразная, утомительная брань. Масса психически больных людей. Масса людей, имитирующих психическую болезнь, так называемых нанятых троллей. Это общественный сортир, в котором месяц не убирали. Вот что такое интернет политический. Поэтому я не думаю, что вы можете, это вот действительно интересно, вы приходите в магазин, где сто тысяч наименований товара, и вы долго-долго толкаетесь для того, чтобы купить гнилую картошку, и еще при этом потолкаться с другими в очереди, и долго спорить, она гнилая или не гнилая. Это особенность человеческой психологии. Разнообразие интернета гораздо больше, чем способно вместить человеческое восприятие, чем способно вместить человеческая психика. Безусловно, какие-то группы людей всегда находятся, если бы не было читателей, не было бы сайтов соответствующих. Но формирование общественного мнения тут решают большие батальоны. И эти большие батальоны по-прежнему кучкуются ровно там же, вокруг двух-трех телевизионных передач и бесконечного их пересказа, невероятно скучного, однообразного в интернете. При том, что самое смешное, что люди, видимо, искренне считают, что это их точка зрения, что это точка зрения, к которой они своим умом пришли. Хотя, когда ты разворачиваешь, достаточно просто повторить стенограмму последнего воскресного вечера с Соловьевым, это есть искренне выстраданная точка зрения миллионов людей. Ну так люди устроены, им трудно думать, вообще очень-очень-очень трудно. И кроме того, это очень-очень-очень бессмысленно. Зачем это делать, когда у вас уже проложены трассы, расставлены светофоры, указаны правила дорожного движения. Ну кто поведет свою машину по буераку, по целине, чтобы увязнуть, чтобы с помощью тросов вылезать и с огромным трудом в итоге вылезти на то же самое шоссе. Лучше я прямо по шоссе поеду. Упс.